Доброго дня! Вы смотрите программу «Хочу домой» на телеканале Самара Гис. Это программа о животных, собаках и кошках, которым нужен свой дом. О животных, которые ждены под открытым небом. Ну и, конечно, мы рассказываем о людях, помогающих им. А еще мы беседуем со специалистами разного профиля, чья работа связана с животными. И гости студии сегодня Елена Кузнецова. Мы периодически приглашаем ее в нашу студию. Здравствуйте. И Ксения Мугутнова. Добрый день. Кинолог, эксперт, судья РКФ по рабочим качествам и спорту. Здравствуйте. Итак, начнем с первого. Это постановление правительства Самарской области от 16.03.2023 года, номер 98, об утверждении дополнительных требований к содержанию домашних животных, в том числе к их выгулу на территории Самарской области и о признании утратившими силу отдельных постановлений правительства Самарской области. Но здесь мы, конечно, особо не будем акцентировать свое внимание. Не однозначно люди приняли поправку по поводу длины поводка. Он должен составлять не более метра, как говорится в этом постановлении. При длине собаки от 30 и более сантиметров мы понимаем, что это очень маленькая длина. Все-таки какой поводок должен быть в реалиях, когда хозяин выходит со своей собакой на прогулку? Я считаю, что метрового поводка не всем собакам, не всем породам собак бывает достаточно. Элементарно даже для справления своей нужды на улице. Некоторые собаки это стараются делать вдали от хозяина, уединиться. И поэтому метровый поводок, я считаю, что это очень маленькая длина. Для перемещения в людных местах, то есть в общественных местах. Если ты уж вышел на площадку или уединился в лесу, в парке, то, конечно, можно расслабить поводок и сделать его длинным. Но для перемещения между людьми, вход, выход на территорию, бывают такие места, где большое скопление людей. Там я считаю, что да, поводок должен быть короткий. Елена, как у вас обстоят дела по поводу выгла собак ваших? Вы как зооволонтер все-таки со всеми же собаками пытаетесь, стараетесь как бы погулять, да? Да, конечно. В клинику мы едем, если в зоотакси садимся, да, поводок. У нас короткий, даже меньше метра может быть поводок. Я даже какая-то метровый укорачиваю его еще на руку, наматываю. А гуляем мы не менее трех метров. Вот все-таки для более эффективной прогулки какой поводок? Три, пять, семь метров? Какой лучше поводок? Несмотря где гуляем. Допустим, если мы за город выезжаем, мы вообще без поводков гуляем, просто так бегаем. А так, если, допустим, где-то безлюдная территория, там, где-то поле, там, около реки, ну, пять метров, это хорошо. Сколько у вас сейчас собак? 18 собак. Да, прибавилась осень, бабушки любимым внукам покупали, брали собачек. Они сейчас выбрасываются, естественно, собачки попадают ко мне. Ну, и таким, как я. Вот за последние хотя бы по угоду вам удается пристраивать собаку? Да, пристраиваем собачек. У меня было шесть котят, вот три осталось сейчас. И собачки. Одну уже взрослую собаку пристроили, двух щенков хосят, и еще вот овчаренок, кто-то такой еще вот. Четыре собаки в общей сложности пристроили и трех котят. Бывает так, что вы сначала забираете собаку, потом ее отдают обратно? Очень редко такое случается. У меня таких случаев не было. Единственное, что был такой случай, когда я собаку привезла, я сама не оставила. Я обратно привезла ее домой. А так в основном нет. Ну, звонят, спрашивают, советуют, как с ней там капризничать, не слушается, что-то еще, безобразничает. Ну, в основном люди с душой. Мы сначала очень долго с этим общаемся, налаживаем контакт, а потом уже отдают собаку по договору. Ксения, насколько вот вы как эксперт, насколько важно все-таки объяснять людям, что необходимо заниматься собаками? Я считаю, что это очень важно. И прежде всего это очень важно для комфортной жизни, да, в семье, в доме. Правильно выходить с подъезда, правильно заходить в подъезд, да, чтобы тебя собака не тащила. Часто сталкиваемся с этим вопросом, что приходят владельцы и говорят, нас собака просто выталкивает из подъезда, да, потому что она хочет так гулять. Это просто одна из составляющих, из которых складывается комфортная жизнь с собакой. И я считаю, что каждая, любая собака, будь она породная, будь она взятая из приюта, она должна быть воспитана. Да, как минимум, потому что еще общество сталкивается с этой собакой. Ну, большое спасибо. Предлагаю все-таки прерваться на несколько минут и посмотреть видеовизитки о двух собаках и одной кошке, которых пристраивают из приюта нашего города. Посмотрите, может, вам кто-нибудь приглянется, и вы осчастливите бедное животное. Этого пса зовут Пинки. Обратите на него внимание, он готов уйти из приюта прямо сейчас. Он стерилизован ему около двух лет. Нашли чуть больше полугода назад на одной из улиц Ленинского района в полузамерзшем состоянии. Попородные принадлежности больше относятся к русскому спаниелю. Собака вообще отличная, очень умная, очень отзывчивая, очень быстро воспринимает информацию. Поводок не тянет, гуляет спокойно, умеренно. То есть это как бы собака со своими активностями, но они абсолютно умеренные и спокойные, хорошие такие. К другим собакам отлично относятся, со всеми нюхается, со всеми играет. То есть собака очень контактная как к людям, как и к другим животным. Обратите внимание на этого пса. Ему очень нужен дом, и он готов уйти из приюта прямо сейчас. Зовут его Пинки. Обращаться 8-961-387-93-12. Рыженькая с белыми пятнами кошечка по кличке Дюймовочка ждет своего владельца и очень хочет уйти из приюта в свой дом. В приют попала совсем недавно вместе со своими котятами. Сейчас ей около полутора лет. Три котеночка у нее было. Котятки пристроились. Вот теперь Дюймовочка тоже ищет свой дом. Она очень человекоориентированная, ласковая. Вот сейчас поет песенки. Кто хочет засыпать на ночь с песнями, то, пожалуйста, Дюймовочка вас ждет в приюте участия. И хочет быть домашней. И дарить вам свою ласку. Кошечка стерилизованная, привитая. Вот так вот и ждет вас в наших стенах. Обратите внимание на эту кошечку. У нее очень хороший характер. И она приучена к лотку и стерилизована. Готова уйти из приюта прямо сейчас. Эту собаку нашли два года назад на улице города. В связи с тем, что она была очень контактная, она довольно быстро подошла к волонтерам, которые и определили ее в приют. Сейчас ей около трех с половиной лет. Назвали ее Пуся. Собака активная, собака добрая, собака контактная. Хорошая собака. Хорошо очень воспринимает любого человека. И к детям очень тоже хорошо относится. Но надо понимать, что она очень активная, игривая. Что ей нужно будет уделять время, чтобы ее энергии уделять внимание особое. Ну и, конечно же, потребуется обращаться к специалистам, такого рода как кинологи, для того, чтобы они помогали корректировать какое-то нежелательное поведение, для того, чтобы собака стала идеальной собакой-компаньоном. Но у нее есть все задатки для того, чтобы стать такой. Обратите внимание на Метиса по кличке Пуся. Ему очень хочется уйти из приюта домой к своему любимому владельцу. Заберите Пусю домой. Обращаться 8-961-387-93-12. Ну, а мы продолжим нашу беседу. Так, следующий вопрос. Ксения, какими видами спортивного собаководства можно заняться с собакой-метисом? Ну, зависит от размера и активности собаки. Так-то можно заниматься почти любой дисциплиной. Тем более у нас сейчас очень много дисциплины, даже тех же самых РКФ, которые может принимать абсолютно любая собака, и достаточно поставить ей чип. То есть, получается, в системе РКФ сейчас допускается к соревнованиям собака беспородная или просто чипированная? Да, да, все верно. Тот же ноузворк, тоже спасение на водах, которым мы занимаемся. Но у спасения на водах есть ограничения, что собака должна весить не меньше 30 килограмм. Где в то же время в ноузворк ограничений по весу и возрасту, по роде нет. Достаточно иметь чип. А вот другие виды спортивных соседаний скажут, как agility или какая-то еще следовая работа? А agility также можно участвовать. Это для активных собак, да, как раз для тех владельцев, которые говорят, что моя собака хочет постоянно бегать, что-то ей нужно активное. Но насчет соревнований и участия я вам точно сказать не могу. Также насчет следовой работы. Всем чем угодно можно заниматься, да, а уже выходить на соревнования или нет, это уже остается решение за владельцем. Елена, вот смотрите, когда вы берете собаку к себе в приют, то вы как-то уже научились оценивать ее по типу нервной системы, ну, скажем так, по типу высшей нервной деятельности, там, холерисангин, флегматик, меланхолик. Можете как-то предугадать, как собака будет в дальнейшем себя вести? Ну, сразу, конечно, нет. Некоторые собаки просто запуганные сначала приходят, а некоторые очень любознательно. Она сначала любознательно, все обошла, а потом села и все, и сидит, депрессия. Сразу нет, как минимум нужна неделя. То есть депрессия или она начинает обдумывать, как себя вести в новой ситуации? Да, 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 приспосабливаться начинает, они все по-разному. Кто-то трусость свою проявляет, агрессия, они начинают лаять, там, кидаться. Кто-то, наоборот, очень-таки ласково ласкаются. Нет, там никак нельзя. Бывают собаки, думаешь, все, вообще, вот полгода она вообще ни о чем никогда. А потом или я начинаю ее понимать, или она мне начинает понимать. У нас контакт налаживается, и они прямо умницы. Вы сталкиваетесь с собаками больше смелыми или с трусливыми? Ну, в основном трусливыми. Почему-то сейчас собаки запуганные в основном приходят. Или просто они, когда уже приходят в свой дом... Они запуганные или все-таки у них генетика? Вот, кстати, Ксения, как вы скажете? Все собаки могут быть запуганные, или все-таки это генетическая какая-то врожденная реакция? Ну, тут нужно смотреть конкретный случай, потому что не исключено, что у собаки, не имея породных признаков, что некоторые последствия могут именно служить генетическими факторами. Мы этого не знаем и никак не узнаем, кто ее родители и какими они были. Как она росла, в каких условиях она родилась. То есть все это с первых дней жизни щенка, неважно, где он родился, способствует на поведение, которое он проявляется в дальнейшем. Поэтому предугадать поведение или характер питомца, не зная, кто у него мама, папа и взятый с улицы, тем более очень сложно, да, настороженно. И бывают иногда такие моменты, что некоторые все хорошо-хорошо, но некоторые моменты, некоторые трудности могут возникать с возрастом. Это не стоит отрицать, это бывает. Насколько вам удается скорректировать собаку? И занимаетесь ли вы специальной деятельностью или просто как-то попутно? Я понимаю, если у нас собак, это невозможно всех дрессировать, невозможно ко всем относиться одинаково. 24 часа в сутки так-то. Я же на работу не езжу, я живу на работе, поэтому мне очень удобно и хорошо. Кто-то сразу прям, кто-то постепенно, кто-то долго очень привыкает. Но вообще находим контакт. С кем-то беседую, с кем-то гуляю подолгу, с кем-то просто сижу рядом. Ну, кого как. Получается, контакт налаживается. В любом случае, контакт с собакой, с любой, я считаю, можно наладить. Если, конечно, она уже заранее не агрессивна и не обучена этой агрессией. Каждый хозяин может или должен знать характер своей собаки? Ты должен знать, конечно, должен знать, обязан знать. Это как же владелец собаки, это твое лицо, ты должен знать. Куда твоя правая рука подвинется сейчас, ты же должен знать. И так же про свои животные. А насколько агрессивные собаки могут участвовать в таких спортивных состязаниях, как ноузворк, или аджилити, или спасение на воде? Идет какой-то отбор по темпераменту и по агрессии? В данных дисциплинах про аджилити не могу сказать, про спасение на водах и про ноузворк. Могу сказать одно, что если собака агрессивна, об этом она должна быть уведомлен организаторский состав и судья. То есть в общие доступных местах, где идет сбор участников, собака может и должна находиться на морднике, если такие проблемы у собаки есть. И выходя к судье или к эксперту, просто уведомить о том, что в собаках с небольшой агрессией. То есть судья не будет делать резких движений, не будет мешать личному пространству собаке. А так, пожалуйста, собака. Получается, все-таки не исключено использование собаки с какой-то повышенной агрессией в соревновательных соревнованиях. В соревновательном процессе. Да, момент этот не исключен. Но если собака проявляет агрессию, случился какой-то неприятный случай именно на соревнованиях, собака может быть снята с них. Но к участию она в любом случае допускается. Просто находятся на морднике. В служебном собаководстве есть такое понятие отобрать собаку на службу. Каких-то собак берут на службу, каких-то не берут. Но когда к вам человек, я понимаю, что сложно определить или сложно отказать человеку, который хочет заниматься, но у него собака агрессивная. Все-таки куда тогда с такой собакой пойти? На индивидуальные занятия. У нас есть такие собаки, которые либо перевозбудимы, либо которые, наоборот, трусливы, либо агрессивны. Они занимаются в индивидуальном порядке. И лишь постепенно, готовя их к соревнованиям, мы вводим их в группу. То есть добавляем плюс еще одну пару спортивную. Потом уже выходим на пробные соревнования внутриклубные. То есть мы не сразу собаку погружаем в атмосферу максимальных раздражителей, а вводим туда постепенно. Ну, большое спасибо. Итак, на несколько минут прорвемся на сюжет, покажем, как мы проводили эксперимент, за какое время мы смогли победить или приблизиться к победе над слабой нервной системой собаки. Итак, смотрим. Не думала и не гадала по вопросу, какой будет собака по нервной системе. Достался щенок Наталья Сивак совершенно случайно. У подружки сестра вообще. У нее собака, оказывается, была. Я вообще не знала, что у нее есть собака. Я прихожу к подруге, она мне говорит, тебе не надо щенка. У какого щенка? Говорю, у меня кошки один, ты мне щенка. Она говорит, да вот так и так, много их очень, куда надо, ну, пристраивают они. Я говорю, ну, я что-то подумала, 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 как-то само пришло. У меня потому что территория позволяет. Я в частном доме, у меня есть частный дом. В принципе, почему нет? По мере Ростощенко назвали ее Юта, стали появляться и нежелательные черты характера. Трусость, недоверие к посторонним, особенно когда подходил малознакомый человек. В доме она по-другому себя ведет вообще. А вот в доме как она себя ведет? Ну, она защищает территорию, то есть все вот, как она знает, что у нее территория. Из всех людей вот она признает только меня, вот и маму, как получается. Мы вдвоем живем. Вот, она с рождения с нами была, и поэтому, я так понимаю, по запаху, наверное, как-то никому она не дается, больше никого не признает. То есть с людьми она тоже, ну, а тем более, если к нам приходит, она очень, ну, как бы, вот, реагирует на всех очень бурно. То есть не дается, естественно, не гладится, ничего там у нас вообще. То есть нет такого. Ну, у нее как охрана, что ли, включается, я не знаю. Такая вот. На улице, ну, тоже мы можем, если я вот подойду кому-то там с ними, там пообщаюсь немножко, вроде она успокоится. Потом через какое-то время она забывает все-таки. Она тоже опять, у нее реакция включается, ну, как на защиту, что ли, вот. Однако, понаблюдав за собакой во время занятий, сравнив поведение на площадке, рядом с сородичами и с людьми незнакомыми, малознакомыми и уже знакомыми, мы смогли дать характеристику, используя кинологические термины. Юта с пассивно-оборонительной реакцией, врожденной генетической активностью на фоне повышенного врожденного чувства страха. По мнению ученых, страх, полученный по наследству, локализуется в менделевидном теле мозга. Именно эта часть ответственна за распознавание внешней угрозы. Однако не будем вдаваться глубоко в термины. Скажем, что после 20-го занятия и контакта с одними и теми же людьми Юта привыкла к ним. И более того, уже быстро стала адаптироваться к посторонним людям. Конечно, после определенных, многократно повторяющихся действий от посторонних лиц. Вот сейчас мы шли с парка к вам, мы в центре были. Там вот такая стаи, как сейчас этот пес был, только там их много было. Она вот один побежал, он прям вот на нас полетел, и у него прям вижу оскал такой, он хочет напасть, прям вот хочет. Я вот тормознула, и она уже не полезла. Я немножко там говорю, нельзя, все, и она остановилась. Потому что раньше она бы полетела, она бы начала вот рвать меня туда, на них бы налетела. То есть это прям все равно есть, надо, надо заниматься. В любом случае. Собакой более спокойной все равно становится. Как показывают исследования ученых и кинологов, все же нашли 100% страх и на этом фоне агрессия уже у таких собак до конца не исчезает и может держаться до возраста 7-8 лет. Поэтому с такими четвероногими индивидуумами лучше заниматься и повторять тренинги хотя бы раз в месяц. Но это уже можно делать самостоятельно. Бродячие собаки, они мешают во время тренировки? Или это как дополнительный источник в качестве раздражителя для того, чтобы научить собаку не обращать внимание на другую собаку или на собак бродячих? Ну, тут двоякий вопрос, да. С одной стороны, на самом деле, они очень помогают воспитать, так скажем, сдержанность в своих собаках, особенно когда у тебя щенок хочет со всеми общаться. Да, это очень здорово, что ты учишь свою собаку контролировать при тайком максимальном количестве раздражителей. Но иногда бывает страшно, когда на тебя эта стая просто несется и не хочет отступать ни при каких действиях. Вот это уже бывает, конечно, страх не только за себя, страх за собаку, то, что ее могут повредить. Елена, к вам вопрос. Стало ли меньше проречих собак на улицах нашего города? Или, может, они как-то передислоцировались в другой район, ушли на окраины города? Мне кажется, все-таки меньше стало. Намного меньше. Почему? Потому что я же не только постоянно дома сижу со своими собачками. Я, допустим, вот буквально год назад, ну, не было такой недели, чтобы я домой не притащила кого-нибудь. Сейчас такого не случается почти. То есть я находила щенков в мусорных бачках, котят где-то находила. Может быть, в нашем районе. Я не могу сказать по всему городу. Но у нас их стало гораздо меньше. Как бороться с самовыглом собак? Виталий, у меня сколько животных, да? Вот собак, кошек, они у меня все записаны в администрации, в похозяйственной книге. Я хочу, чтобы все владельцы своих животных зафиксировали и за них отвечали. Понимаете, в чем дело? Если будет владелец ответственным, не будет проблем у нас. У нас проблема таких людей. Понимаете, что очень хочется, но не хочется сталкиваться с проблемой, терять время, идти в администрацию, где-то что-то там писать, делать какую-то заявку. А вот вы знаете, если их наказывали бы, хорошо бы, время нашлось бы. Я вас уверяю. Время нашлось бы. Вы как породник, кстати. Давайте вопрос такой очень, я считаю, интересный и актуальный. Вы за то, чтобы наказывать людей нерадивых штрафами и вообще, чтобы ввели штраф в систему штрафов? Ну, штрафы смотря за что, да? Ну, скажем, вот по той же самой теме, в самом углу собаки. Да. Человек открывает дверь, выпускает собаку, иди гуляй. Да, здесь я согласна, что штраф, он нужен, он необходим, да, для того, чтобы человек понимал, что, во-первых, собака может кому-то навредить на улице, и либо обратно, что с собакой может что-то случиться, да? Собака – это не какая-то вещь, которая что-то случилась, завели новую, нет. Все-таки нужно подходить ответственно. Вот людям как объяснить, что нельзя выгуливать собаку без... Наказывать, наказывать, только наказывать, Виталий, больше ничего. О том, что как вот к тебе не говорит, чтобы он понимал, что там собака может повредить кого-то, укусить, все они прекрасно понимают, просто неохота. А зачем я поеду куда-то время тратить? Это обязательно нужно прививать собаку, стерилизовать, кастрировать нужно, и выгуливать на поводке. Да у меня времени нет, я лучше полчасика посплю еще, и все, это лень. А ну, то есть получается, что вот собака есть, да, и я просто мне неохота... Неохота, просто неохота. А то, что нет понимания того, что собака может причинить вред кому-то, там, соседей, да, из людей. Ну, вот у нас на улице, я вот, допустим, почтальонный, я вожу по улице, я знаю, что у нас двое вот соседи просто так выпускают собак. И они недобрые собачки, я бы скажу. Да, они меня знают, я вообще собак не боюсь, они, наверное, чувствуют это. А так, почтальонку, детей провожаю, кто-то там еще из соседей, звонят, просят, лен, проведи, пожалуйста. Собаки гуляют. Развитие спортивного собаководства у нас в Самаре. Насколько оно продвигается и каким бы видом хотелось бы вернуться или больше привлечь народ с собаками? Ну, наверное, привлечь хотелось бы к Ноузворк, да, потому что это достаточно новая дисциплина, в которой могут принимать участие абсолютно все. Здесь как раз вернемся к истокам создания Ноузворк, да, это было все придумано в Америке для собак, которые находились в приюте, да, для того, чтобы занять их, развивать их способности реализовывать природные данные, да, то есть если собаки привыкли искать, что она хищник, да, чтобы она реализовывала свои потребности природные, плюс ментальная нагрузка, да, то есть как раз если возвращаемся в тему собак, которые не имеют породы, это одна как раз из тех дисциплин, которые очень им подходят и которые можно, которые сможет, главное, заниматься любой владелец, не затрачивая много времени и какой-то супер там дорогой иммуницией, то есть здесь нам как раз-таки ничего для этого не нужно. Про развитие спорта в Самарской области, мне кажется, у нас сейчас на достаточно высоком уровне, у нас достаточно много мероприятий, много заведений, да, которые именно как док-френдли считаются, что мы прям активно идем вперед. Елена, значит, вот те собаки, которые у вас, которых вы уже отдали, вы как-то отслеживаете их судьбу? Да, ну первые полгода часто. Я, вы знаете, к чему хочу подвести вас, а к тому, что, а может быть, вот тех людей, которые у вас забрали собак, мы можем их отправим заниматься спортивным собаководством и для здоровья хорошо, и собаку будет приеден. Я их обзваниваю, присылаю видеоприветики там или фотоприветики, но потом постепенно все-таки я их перестаю донимать, я понимаю, что это их, а собака уже не моя, и как бы там мне жаль не было, как мне любопытно там не было, как я не переживала бы, но они хозяева уже, все, и она там прекрасная. Правда, один раз был такой случай, у нас отдали собачку, она такая была нормально агрессивная, в 6 часов утра новые хозяева звонят и говорят, он оторвался от цепи и не упускает нас из дома. Поехали, туда вот Татьяна ездила, все обратно, но сейчас они очень друг друга любят, подружились все. Вот такой он, первую ночь он преподал им урок, что у нас хозяин, оказывается, он дома, а не они. Ну что ж, большое спасибо, спасибо, к сожалению, время нашей программы завершается, и мы еще раз хотим отметить, что с любой собакой, если вы хотите не тратить свои нервы, нужно заниматься. Конечно, лучше обратиться к профессиональному кинологу, который будет работать не только строго по программе, к примеру, лежать, сидеть, стоять, программа ОКД, РКФ, а это на самом деле не самые главные команды, да, она учит вас управлять собакой, в целом подавать команды правильно, в свое время наказывать, конечно, поощрять любимого питомца. Ну, а мы говорим вам до свидания, к теме воспитания и дрессировки мы еще вернемся, и вам, и всем, и нам, мирного неба над головой.